На традиционный вопрос, куда пойти в Бресте 9 мая, традиционно отвечать жителям и гостям областного центра пришлось нелегко. Изобилие мест проведения праздниц тому причина. В самом сердце культурной жизни Бреста, в Центральном городском парке культуры и отдыха, развернулся настоящий концертный бум. Пусть сгинут войны, именно так называлось творческое музыкальное представление от коллективов Брестского городского центра культуры. Живая музыка и, конечно же, песни военных и послевоенных лет. Звучавшие в ходе концерта известные произведения на тему родины задевали заживое. Множество приятных минут доставили зрителям брестские артисты. Без сомнения, в эти мгновения каждого переполняли глубокие чувства благодарности ветеранам, тем, кто видел войну и кто стал победителем. К сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше участников Великой Отечественной, но и сегодня остались те, с кого нужно брать пример и на кого равняться. Приехали с города Тамбова, Россия. Специально приехали на праздник к вам, к белорусам, к нашим братьям. Очень рады, очень понравился город Брест. Очень гостеприимные люди. Нам все очень-очень понравилось. Пускай процветает Беларусь и ее народ. Замечательное настроение, хороший праздник. Мира всем на земле. Такой праздник не может лишить настроения никого, мне кажется. Веселости, всего хорошего. С днем победы, здоровья получше всем. Не было в городе такого места, где бы не чувствовался настоящий праздник. Не менее оживленно было и в парке воинов-интернационалистов. Это место, утопающее в лесном массиве, не зря является излюбленным для многих брещан. В этом гостеприимном зеленом уголке 9 мая всегда людно. Сегодня не исключение. Праздничная концертная программа «С днем рождения Победа» сплотила немало жителей микрорайона «Восток». Наши деды погибли за нас, чтобы у нас было счастливое будущее, чтобы наши внуки росли, чтобы у них было весело. Хорошее настроение, здоровье всем. Самое главное – здоровье. Когда будет здоровье, будет хорошее настроение. Очень все хорошо. Правда, с погодой немножко не повезло, но праздник есть праздник. День Победы был, есть и остается объединяющим семейным праздником страны. И это вовсе не день скорби. Это праздник гордости за советский народ.